Здравствуйте! Мы начинаем рабочую серию видеоматериалов, раскрывающих взгляд на текущее состояние менеджмента в российском бизнесе. Эти представления основаны на более чем 30-летнем опыте работы, включая периоды нашей бурной истории. Кризисы, переломы, взлеты. Мы надеемся, что это видение будет интересным для практикующих менеджеров, всех тех, кто интересуется нестандартными решениями. Представляем вам Вадима Аркадьевича Лапидуса, генерального директора консалтинговой группы «Приоритет», академика Международной академии качества, почетного президента гильдии профессионалов качества, доктора технических наук, профессора высшей школы экономики. Вадим Аркадьевич, вы компания, которая занимается вопросами менеджмента. Как вы считаете, с учетом той стадии, в которой находится сегодня Россия, действительно ли, что новые подходы к менеджменту в организации способствуют возрождению и становлению нового современного бизнеса? И второй вопрос. Идет такой мучительный поиск новой парадигмы менеджмента. Ваше видение менеджмента. Что нужно сделать? Что нужно менять? В чем состоит это новое менеджменте? Спасибо. Вопрос большой. Давайте немножко уточним. Первое, что называть менеджментом? Если ограничиваться совершенно конкретными такими управленческими вопросами, как планирование, организация, мотивация, то это достаточно узко. Если же мы рассматриваем и включаем вопросы менеджмента и вопросы организации, поведения людей, культуры, в том числе ценностей людей, то, конечно, в этом смысле менеджмент играет, на мой взгляд, решающую роль во всем, что происходит в нашей стране. Ну и здесь, к сожалению, мы отстаем в вопросах менеджмента, хотя в последнее время очень много изучаем, знакомимся и с западным, и с восточным менеджментом, но, тем не менее, не удается применить, не удается, используя английское слово, имплементировать в то, что делаем мы сами. На мой взгляд, это имеет очень давние тяжелые корни, и, к сожалению, очень много вопросов у нас связано с так называемыми вертикалями. Если весь мир старается строить более плоские структуры управления и системы, управления менеджментом, развивать горизонтальные отношения, работать с легкими активами, то в России мы видим сейчас противоположные тенденции. Иногда, надо сказать, обоснованные, но, тем не менее, мы видим построение вертикально интегрированных структур, многоуровних, многоэтажных, в части уровней иерархии, конгломератные поведения. Мы видим образование больших предприятий, которые имеют откровенно непрозрачную структуру. Трудно объяснить, допустим, людям в окружающем мире, что такое открытое акционерное общество, у которого владелец, один человек или какая-то цепь ООО, уходящая за границы страны, пропадающая где-то в обшорах, и какое же это открытое акционерное общество. Это вызывает, конечно, очень много управленческих вопросов. Ну и, на наш взгляд, будущие успехи во многом зависят от модернизации именно в этой области. В России необходимы свежие управленческие идеи. Это та же область инновационная, как и все остальные области. Причем, тут так уж устроено, ни одна чужая инновация, ни одно изобретение нельзя просто взять и применить. И намного знакомо с того, что применяется на Западе, например, то же самое бережливое производство или всеобщий менеджмент качества. Но когда они начинают применяться в российских компаниях, возникает куча вопросов. Можем ли сделать так, это делали японцы? Можем ли это делать, как делали американцы, англичане? Или нам делать надо как-то по-своему? Ну, с нашей точки зрения, несомненно, нужна адаптация, привязка и к историческим, и экономическим особенностям, и к культурным особенностям. Я не сторонник того, что всегда надо искать свой путь, но, тем не менее, путь всегда свой. И, может быть, цели совпадают, а траектории пути у каждой страны свои, у каждой компании свои. Поэтому каждая должна понять, какой путь она выбирает, видеть этот путь, не только ближайшую цель, ближайший столбик квестовой, но видеть всю цель, весь путь. К сожалению, вот, опять же, большинство наших бизнесов страдают коротким видением будущего или, наоборот, чрезвычайно удаленным видением. Полно стратегий, отнесенных к 2030 году, к 2020, скоро будет 2050. Но никто не знает толком, что делать через день, через два, через месяц. И, скажем так, перенос акцентов стратегии на удаленные времена, говорит о том, что мы боимся текущего, мы боимся ближайшего будущего. Оно для нас непонятно. В этом смысле, конечно, нужны изменения. То, что касается новых управленческих парадигм, ну, каждая страна и каждая компания должна искать свое конкурентное преимущество. Преимущество на и короткой, и средней, и длинной перспективе. И эти преимущества должны быть связаны и с ресурсами. Ну, например, Соединенные Штаты уже сто лет эксплуатируют такой, для них оказалось чрезвычайно эффективный ресурс, инновационное предпринимательство, инвестиции, виновации и очень умелая раскрутка от идеи до широкомасштабного бизнеса. И практически никто с ними не может сравниться. И даже Китай не составил им угрозы в этом плане. Хотя многие бизнесы в части массового производства перенесены в Китай, но, тем не менее, инновационная составляющая остается в Соединенных Штатах. Сами китайцы очень активно использовали скорее другой ресурс. Это дешевая, дисциплинированная, качественная рабочая сила. И этому способствовала политическая система, которая позволяет держать по существу два Китая. Китай бедный, живущий на пару долларов, а то и меньше в день. И Китай уже относительно процветающий, довольно богатый. И основная задача той политической силы, которая управляет, Китаем держать вот эти ворота, вот этот забор, через который они пропускают, как говорят эксперты, примерно 10-20 миллионов человек в год. Это вовлечение, пропускная способность этой границы. И постепенно Китай расширяется, впитывая в себя все большую рабочую силу. И это основа роста его. Сейчас это замедляется, потому что уже большая часть Китая вовлечена в новые экономические механизмы. Это создает новые трудности. Китай теперь вынужден, это не какая-то чья-то добрая воля, начинает развивать свой внутренний рынок, внутреннее потребление. Это тоже рост. Но, тем не менее, опыт Японии показывает, что этот рост, скорее всего, замедлится и остановится. Но, тем не менее, это преимущество Китая. Европейский бизнес, европейские управленческие парадигмы всегда были построены на этике, на культуре, на мастерстве, на уважении к знаниям, к профессии. Огромную роль здесь играет протестантская этика, католическая этика. И это тоже преимущество европейцев. И я думаю, что многие напрасно спешат, списывая Европу. Европа мощная, сильная до сих пор. Основные процессы Европы связаны не с ее слабостью, а с ее неравномерностью, с ее неоднородностью. Это ее проблемы. Наши бывшие восточные, наши соседи по лагерю, которые сегодня находятся уже в европейском сообществе, очень быстро меняются, быстро развиваются. Они не мудрствуют лукаво и активно возвращаются к западным моделям управления. Я знаю блестящие успехи в Чехии, в Венгрии. В Венгрии немножко меньше, но тем не менее. Словакия, Словения. В общем, эти страны весьма успешны. И те, кто ездят по Европе, могут посетить эти страны, а могут порадоваться за то, как уже достойно живет население, хотя 15-20 лет нищета и трудности были не меньше, чем в России. Все ищут какие-то модели управления. У России сложная ситуация. Соблазн строить экономику на сырья, на продуктах не очень высокой переработки и на оборонной тематике велик, но он не дает долгосрочной перспективы, надежной и порождает опасения устойчивости. Потому что жизнь показывала, что цены на энергоназители чрезвычайно подвержены резким изменениям.